Приветствую вас. Мне кажется, что внимание вам свое в первую очередь нужно обратить на то, чего вы хотите. Если, например, вы хотите научиться просить, это одно. Если вы хотите поработать с комплексами своими, которые у вас есть, это одно. Один момент. Если вы хотите как-то с мужем отношения выстроить, да, это другое. Но пока все выглядит так. Как будто вы ждете, что ваш муж сам догадается, догадается, что вам нужны деньги. Вот. При том, что вы ему сами об этом никогда не говорите. Вот. Потому что вы не привыкли просить, как вы сами же сказали. И получается такой вот своего рода замкнутый круг, когда вы не просите, потому что у вас определенные комплексы есть. Вот. А он не дает вам, потому что не догадывается, условно говоря, о том, что вам нужны деньги, деньги, к примеру. Ну, просто не догадывается. Вот. И все. Поэтому, когда вы говорите, помогите с этим справиться, да, вот в первую очередь хочется вас спросить, с чем справиться, каким образом справиться. Вот. И так далее. Потому что, например, я думаю, что вам справляться с этим не нужно. Я думаю, что эта ситуация, она в целом вам дана для того, чтобы вы увидели, что отношения свои вы выстраиваете не слишком искренне. И что вам нужно над ними работать, например. Или глобально, что вот проблема денег, да, это либо проблема личных границ, либо реализации, либо амбиции. Ну, или комплексов тоже, вот. Как вот вы говорите. Вот. Поэтому, тут надо смотреть, разбираться и работать уже. В зависимости от того, чего вы хотите. Вот. Вот. Просто не очень понятно, с чем вы хотите справляться, справляться, да, с чем. И какой помощи вы хотите. То есть вы говорите, помогите, а как? Вы думаете, что от ответа муж вас понимать начнет. Или вы перестанете в этом видеть какой-то вот негатив, ну, в смысле, свою неполноценную. Вы боитесь быть слабой, вы боитесь быть уязвимой, вот. Вы, как будто бы, вот, чувство неполноценности, да, оно вас изолирует от мужа. Изолирует от взаимодействия с ним. Поэтому, если с ним работать, то с принятием себя. На этом все, пожалуй. Надеюсь, что вам это было полезно, интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.